Вчера в 9 часов вечера по Екатеринбургскому времени на землю обрушился год лошади. Настоящий Новый год лошади по лунному китайскому календарю. В связи с этой знаменательной датой, даты китаец уже в 9 часов 15 минут вечера учинил новогодний переполок на улице Бакинских комиссаров, где китайские подданные ужрались в пыль неизвестно. Но факт в том, что три китайских мэна и одна луналикая мадам поехали на японской Тойоте. За руль посадили, как водится, самого пьяного, то есть совершенно невменяемого китайского паренька. На Бакинских комиссарах автопилот из преисподней, ой, простите, из Поднебесной не заметил красного сигнала светофора и не менее красной копейки Жигулей. И со всей дури влетел в копейкин тыл так, что стареньким Жигулям смяло зад и заклинило задние колеса. Смянулся на красный сигнал. Ну и все, сзади с зеркала поздно увидел уже, что Тойота мне, уезжает задняя часть машины или меня разворачивает. В копейке на заднем сидении ехали жена и трехлетняя дочь Алексея Дюмина. От китайского новогоднего удара мама с дочкой испытали внезапный шок и нервный срыв. Их пришлось даже госпитализировать в 23-ю больницу. Представьте, как испугалась трехлетняя малышка. Собственно, на этом заканчивается грустная часть. Никто не погиб, не покалечился, и начинается цирк, вторая часть марлезонского балета. Как мог бы сказать китайский мудрец Конфуций под Новый год, что русскому хорошо, то китайцу хана. Не хотелось бы, чтобы это прозвучало как расовая рознь или неприязнь. Мы уважаем и многотысячелетнюю историю китайского народа. Но пьяный он и в Африке пьяный. Что этот апельсиновый юноша пил с рисом, неизвестно, но ему было очень нехорошо. Неизвестно, знает ли этот парень русский, но матерился он на своем наречии. Восточные гости обычно в криминальных ситуациях забывают все азы русского языка. По-русски юноша вспомнил лишь вопрос «чо-чо». По отношению к сотрудникам ДПС, китайский пьяный мальчик вел себя довольно агрессивно. Видимо, пытался объяснить «Да вы че, у нас ведь Новый год». Ну что ты, милок, Новый год у вас, в Китае, а у нас в России, 11 февраля. Ну согласись, какой Новый год? В итоге, напраздновавшийся Китая, доорался до того, что его пришлось пристегнуть к машине. Ну, краткое содержание, видимо, такое. Я вас всех порву. Глядя на пьяного нерусского барагоза, какой-то проходящий мимо уралмашевский аборигент, тоже, видимо, причастный к Новому году, стал забрасывать китайцы снежками. Но это понятно. А вот дальше случилось непредвиденное. Спутник пьяного китайца, тоже пьяный китаец, набросился на первого пьяного китайца. Последняя ремарка, видимо, переводится как «Свободу Анджели Дэвис». В общем, чем завершился этот инцидент, мало интересно. Тут и лишение прав, и штрафная стоянка, и вытрезвитель. Короче, Новый год лошади по лунному календарю. Пей как лошадь. Ведь как с кем встретишь, так с кем и нажрешься.